Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 15 июля. День Фотия. Назван в честь памяти святителя Фотия, митрополита Киевского и всей Руси. Грек по происхождению в молодости оставил мир и жил в пустыне. Когда скончался митрополит Киприан, в 1406 году был поставлен константинопольским патриархом в митрополиты Руси. Ревностно относился к своим обязанностям, наводил порядок, боролся с разного рода ересью, которая появилась от искажения учения. Также восстанавливал церковные имения, расхищенные боярами. У древних славян этот день связывали с родом, его покровительством и защитой. Называли это день Берегиней. Представляли ее в образе березы, что и породило традицию высаживать эти деревья во дворах своих домов. В дальнейшем этот культ был заменен поклонением Богородицы. У древних славян Берегиня это животворящая женская энергия. Она наполняет не только род человека силой, но и все живое вокруг, например, травы, одаряя их целебными свойствами. В этот период созревает рожь, а потому сегодня крестьяне отправлялись работать в поле. Сегодня начинался сбор вишни, а в водоемах от жары начинала цвести вода. Приметы. Если на березы появились желтые листья, зима будет ранней. Если к этому дню в лесу появилось много ягод, зима будет морозной. А вот скажите, вы едите сельдерей из-за того, что он полезен или из-за того, что вам нравится вкус его? Сельдерей я ем из-за того, что он полезен, потому что вкус приходит во время еды. Вкус приходит во время еды, аппетит приходит во время, да. Вместе с аппетитом, да, вместе со вкусом. Они неразрывные. Я думаю, что вкусным продукт мы можем сделать. На то у нас и целебная кулинария для того, чтобы полезные продукты делать вкусными. И использовать их в своем питании как можно чаще. Итак, мы сначала будем делать сельдерей из корня сельдерея. Кстати, мы будем использовать морковь у нас будет, лимон, зелень и яблоко, да, наверное? И яблоко, да. Сверстие. Я потру морковку. Давайте, посыпьте морковочку. Так, миска, я так предполагаю, что вот в эту, да? Можно в эту мисочку потереть. А я пока очищаю в корень сельдерей. Так, вот. Ух, как корень у нас. Сейчас домашние, глядя на меня, радуются. Что я занимаюсь полезным трудом. А до этого, что они занимаются? Не-не-не, занимаюсь, но просто это мне редко удается, когда. Потому что, в принципе, уже все в состоянии сами готовить. И какие-то такие вот семейные совместные посиделки, они встречаются не так часто, как хотелось бы. Ну, хорошо. Сельдерей кулинарии, я думаю, что это будет происходить намного чаще. О, да. Так, почистим. Все. Это можно... Да, правильно. Это можно поесть. Теперь я натираю сельдерей. Кстати, сельдерей еще способен замедлить процессы старения в организме. Он продляет нам молодость. Потому что содержит уникальный набор белков, витаминов, кислот, минеральных элементов и так далее. Всего того, почему соскучилась наша клетка. Наши клетки организма соскучились по этому. И смотрите, я беру сразу вот так вот. И пошел перед сюда. Кстати, пропорции важны. Строго соблюдаться? Ну, не обязательно строго соблюдаться. Или это вкусовые перестрасти? Дело в том, что сельдерей это не очень вкусный продукт. Он суховатый, особенно корень. Вот. Для того, чтобы к нему привыкнуть, надо морковочке примерно дать в два раза больше, чем сельдерей. А вы на мелкую терку, да? Я на мелкую. Да, лучше всего, если морковь, она более такая сочная. Ее можно на большой терочке. А вот сельдерей, так как он суховатый, его можно на мелкой. Все это хорошенько смешается, тогда удобно идет. А заправлять мы будем маслицем? А заправлять мы можем с маслицем, можем мы соком лимона. Тринадцатая лунная сутка. Дело идет к полнолунию. Приливная волна в океане вновь набирает силу, а в организме усиливается циркуляция всех жидкостных средств. Крови, лимфы. Усиливаются и обменные процессы в организме, ведущие к его обновлению и омоложению. Что касается энергетической активности, то есть энергия находится в пищеварительных органах, от работы которых во многом зависит обновление ткани. Чтобы максимально использовать особенности этих суток, ешьте только свежую пищу, пейте свежие соки, обновляющие кровь, яблочные и свекольные. В готовое блюдо добавляйте по горсточке проросшей пшеницы. Прилетствуются совместные действия, направленные на получение и обмен знаний. 14 лунные сутки. Энергетика лунных суток постоянно возрастает и это начинает неблагоприятно сказываться на работе организма. В этот день рекомендуется ограничить поступление жидкости в организм, особенно касается чая, кофе, сладких напитков. Лучше пить талую воду, которая промывает организм и обладает мочеводным эффектом. Полезно выполнять любую физическую работу, получать новые знания. При этом не надо перегружать зрение. Не рекомендуется подчиняться меланхолии, тоске и различным страхам. Очень хорошо заниматься ароматерапией. Она укрепляет тонкие тела и поднимает настроение. А также приучает к восприятию тонких ощущений. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!